Сосульки в человеческий рост, черная плесень, затопленный подвал – таковы условия в одной из сталинок в самом центре Воронежа. Жители обращаются во все инстанции, но утешить их пока не могут. Капремонт обещают только через десятилетие. Что можно сделать, чтобы сдвинуть эти сроки и как наладить жизнь в многострадальном доме, выяснял Евгений Жакот. Они ни на что не реагируют, потому что говорят, что это не наша вина. Мы ничего не можем сделать, у нас нет работников. Нет работников, никому чистить снег. Сосульки висят в мой рост, в мой объем. Трещины на фасадах, плохое отопление и черная плесень на стенах. Именно в таких условиях вынуждена жить в доме номер 8 по улице Чайковского Галина Бондарева. В ее квартире на пятом этаже опасный грибок разрастается уже больше 13 лет. Устранить проблему самостоятельно невозможно, споры слишком глубоко проникли в толстые стены здания. Галина Александровна неоднократно обращалась за помощью в самые разные инстанции, однако результата так и не добилась. Мы пытались после 2010 года, как начало появляться, все вычистить, проверить, уничтожить, поклеить. Но буквально следующая зима, сосульки течь и опять отваливаются обои. Начинает все вот это вот, все полы вздуваться, вот оно чуть посырело, потом начинает насыпаться вот это вот. Даже когда сюда пришел главный инженер и бригадир работника, в смысле из дома управляющей компании, он посмотрел впервые, вижу такую страсть. То, что с крыши начинается вся течь, вся гниль, а там канализация и холодная вода, у нас практически все разрушено, все трубы гнилые. И поэтому фасад, фундамент весь разрушается, дом может рухнуть. Черная плесень атакует практически всех жильцов с верхних этажей, но проблем в доме хватает и без нее. Например, еще более сложная ситуация с водоснабжением. Дело в том, что отопление тут работает с большими перебоями, и его мощности зачастую не хватает для поддержания комфортной температуры в квартирах. Это происходит потому, что трубы, проложенные в подвале, находятся в ужасном состоянии, да и сам он нуждается в реконструкции. Подвал постоянно затапливается, поэтому здесь царит антисанитария, а жуткий запах въедается в подъезды и квартиры. Мы постоянно через краны Маевского производим спуск воздуха, развоздушивание, травим систему отопления, чтобы воздух ушел. Но это ненадолго, потому что нет нужного давления, нет нужных параметров теплоносителя. Система отопления постоянно завоздушивается. Четыре раза у нас было отключение из-за технических поломок. Значит, подпиточный трубопровод у нас еще и начально, когда пускали тепло, он был в аварийной ситуации. И чтобы запустить отопление, очень много проблем. У нас срезали все воздухосборники. Люди, которые знают техническую работу системы отопления, знают, что такое остаться без воздухосборников. Но даже на срезанных воздухосборниках коммунальные беды в Сталинке-Ночайковского не заканчиваются. Фундамент дома тоже начинает рушиться, а на его фасадах все чаще стали появляться большие трещины. Впрочем, с этим коммунальщики уже пытались бороться, однако качество выполнения этих работ жильцов не устроило. Суд в Центральном районе был по поводу УК Центрального района, который я успешно выиграл. Не знаю, будут подавать они апелляции, они ничего не делают. То, что вы видели за штукатурой на пятом этаже под крышей, это ужасно. Потому что так же сырение и сырость проходят. Поэтому у меня большая просьба к тем службам, которым я ранее писал, чтобы они контролировали ситуацию, которая формируется здесь по нашему дому. И не только проконтролировали, а еще и как-то воздействовали на УК. В самой управляющей компании Центрального района согласны, что проблем в этом доме действительно много. Однако аварийным его пока не считают. Прежде всего выделяют некачественно сделанную в 2010 году кровлю. Хотя именно она и стала причиной многих неудобств, считают жители. Реконструкция здания планируется, однако фонд капитального ремонта сильно перенес сроки выполнения работ. Так, по новой программе, система водоотведения в доме Ночайковского будет заменена примерно к 2028 году. А фасад отопления и трубопровод отремонтируют аж к 2034. Пелена, которая опоясывает весь дом, недостаточно широкая. И водные потоки, сходя с кровли, не слетают с крыши, а стекают по фасадной части просто водопадом. В связи с этим отслоение штукатурного слоя, трещины и, по сути, просто разрушение фасадной части. В этой ситуации многим жителям уже было объяснено, повторюсь еще раз, протокол собрания о переносе сроков на более ранние. Мы, как управляющая компания, со своей стороны предоставим актированное подтверждение, разрушающуюся фасада. И факт того, что 10 лет – это все-таки слишком большой срок для того, чтобы проводить эти работы. Со своей стороны окажем всяческое содействие. В общем, если верить коммунальщикам, отчаиваться обитателям дома номер 8 по улице Чайковского пока рано. Сроки ремонта их жилья могут значительно сократиться. Тем более, что собственники квартир, как заявляют в управляющей компании, уже перечислили больше 6 миллионов рублей в региональный фонд капремонта. Теперь эти деньги можно использовать для устранения многочисленных бед многострадального дома.